шалом друзья уазис медиа хайфа и община возвращенная на сион приветствую вас надеюсь все хорошо у вас и сегодня мы опять продолжаем изучать или разбирать некоторые вопросы сегодня вопрос немножко такой заковыркой ветхий завет но я не верю ветхий завет я верю что это книга бритон о сэфер а бритон книга заветов то есть как мы переходим из одного в другой и то старое и всегда мы говорим ветхая нужно выбросить в помойку и в коем случае не выбрасывайте потому что там есть основополагающие принципы здесь хочу заметить кстати некоторые повадились учить что если что-то не говорится в новом завете то значит это отменено из старого допустим тема кашрута или тема обрезания или еще какая тема совершенно не то я вижу священном писании что то что не комментируется новым заветом остается и двигается как она была в том что называют некоторые ветхим то есть для евреев остался и кашрут и обрезание и другие особенные вещи которые господь бог дал нам для не евреев они никогда не были актуальными но суть здесь когда особенно новый завет говорит он говорит конечно же в первую очередь к еврейской аудитории в оригинале но в принципе правильнее сказать он говорит душе человека а душа человека у каждого человека она разная в плане наполнения но одинаковая в плане ценности перед господом богом и новый завет в основном оперирует к нашей душе чтобы наша душа была в области спасения и благословения то что говорит нам тонах пророки определяя стиль жизни и как жить это для того чтобы хорошо жил ты на этой земле так я понимаю как вы понимаете пусть господь учит вас и ведет вас и так вопрос ветхий завет рассказывает о том что бог повелел израильтянам уничтожать целые народы включая женщин и детей как такое возможно правда мы читаем второе что когда господь бог через муше а потом и через его шор бенуна иисуса навина дает народу указания войти в обитованную землю то дает повеление уничтожать семь народов которые там живут хананииты или хананицы потомки ханана не хама а ханана и писание говорит о невероятном заявлении не оставь никого в живых ни женщин ни детей никого вообще-то такие вещи читаю что волосы поднимаются на голове как такое возможно я не буду говорить о том как такое возможно я хочу пояснить почему это так написано и откуда все это выросло на самом деле чтобы понять суть этих слов важно прочитать некоторые апокрифические книги типа книги юбилеев или книгу еноха в них рассказывается история которая почему-то не освещена на страницах библии той канонической библии которая в наших руках хотя и пётр и я как и иуда прошу прощения ссылаются на книгу еноха и там и сам есть некоторые пометки ссылки на книгу юбилеев другие апокрифы которые как бы есть но вот здесь они не присутствуют это другая причина я не специалист по покривом и по канонам есть другие которые объясняют почему и какие книги стоит читать но в книге юбилеев рассказывается история что когда ноль со своими детьми вышли из ковчега и они начали понемногу размножаться еще не сильно размножаться новый кинул жребий вообще тема жребия сложна в священном писании мы видим несколько раз кидали жребий один из них это когда аман злой аман пытался угадать срок уничтожения еврейского народа а другой раз когда апостолы хотели избрать нового замену иуде из из крают у который предал еще во тоже бросали жребий наверное были еще там и здесь такие ситуации так вот но он сделал жребий между своими сыновьями и по жребию разделил им землю чем какой картой мира не руководствовались я не знаю те из вас кто слушали мои учения текуну ламы исправления мира слышали что я говорил неоднократно что те древние были значительно мудрее и интеллектуально выше чем мы сегодня живущие и у них было сокровенное понимание о господи боге также в интернете мы иной раз можем увидеть древние карты 1400 какого-то года 1700 года с береговыми линиями которые только сегодня проясняются что они именно такие как вы откуда у них такие карты мне сложно сказать но я думаю что древние древние знали картографию лучше чему короче говоря история рассказывать что но раздал по жребию земли чему симу хаму и яфету но внук внук ноаха или точнее сын хама ханаан помните в бытие написано проклят не хам а ханаана раб рабов будешь но проклинает его почему-то там не совсем понятно надо было может сына про не проклясть за то что он увидел него голым или что там случилось а он проклинает внука и книга юбилеев рассказывает про эту историю таким образом что ханаан был сильно впечатлен красотой земли части земли шема это как раз территория современного израиля может немножко шире и он пошел и силой захватил его его братья и родные двоюродные его дяди и родные и дальние все говорили ему слушай ханаан тебя постигнет проклятие ноаха если ты будешь это делать но он сказал нет это мое я здесь буду жить проклятие ноаха постигла 7 детей ханаана и это проклятие означало ару уничтожение тотальное истребление мы помним что когда авраам пришел в землю которую он не знал куда его послал господь бог помните 12 глава бытия иди в ту землю которую я покажу тебе и и не видел это не значит что авраам совершенно не понимал куда его ведет господь бог он шел в землю которая официально принадлежала шему то есть его праотцу но была захвачена его другим родственникам двоюродно-троюродным не так далее племянника внука неважно кто там в родстве ханааном и господь сказал ты там будешь жить и в один день я отдам твоим потомкам эту землю поэтому потом было сказано тут бог говорит аврааму твой народ будет 400 лет в египте потому что мера беззакония этих семи народов еще не дошла до предела то есть они уже были прокляты они уже были обречены но в этом даже случае господь бог выдерживал свое милосердие сроки исполнения чтобы ну может покаялись но они там вместо покаяния опять погрузились в этот в это состояние которое бытие 6 глава называет хамас неспособность раскаяться там занимались всякими всякими искажениями движения плоти и как ну короче говоря погрузились выдальство выдало поклонство что-то они там не погрузились это не тема этого разговора но они себя покрыли и своим грехом и тем проклятием которое пришло от ногу и поэтому когда сыны израиля входили в амбитованную землю был дан указ почему знаете есть такой концепт в священных писаниях который будет некоторые вещи мы не можем искупить чем только своей жизнью есть пример как одна из дочерей одной семьи пришли к муше и говорят отец наш за грех свой умер в пустыне у нас нету брата раздели нам землю и муше вопрошает господа бога и господь говорит кого она потому что так и есть полагается им земля ну там права на не только на землю права и то что за грехи свои умер отец наш то есть мы платим смертью за грехи наши подобных когда мы было сказано за то что согрешил смертью да умрешь на смесье за те преступления грехи по всей видимости чтобы искупление и божественная милость я говорю это с некоторым страхом содроганием потому что у меня нету полного ответа но только смерть тех людей могла открыть для них путь к божественному помилованию потому что за свои грехи исправления и плюс по невероятное проклятие ноаха они вот такой выход получили кстати помните такое выражение когда мы говорим на что-то о допотопная вещь на самом деле но как бы мы имеем ввиду допотопная как нечто старое устаревшие данном случае мы видим как допотопное проклятие нашего пра-пра-пра-отца ноаха имела такое разрушительное действие еще по прошествию многих поколений и именно поэтому нам так важно укрыться в благодати машиаха про которого сказано или а его действий для нас сказано что он взял на себя все наши грехи и наши проклятия чтобы благословение аврама вы пришли в нашу жизнь я желаю вам благословение в рамках пусть бог благословит всех нас шалом а